Активности неместных на территории озера начались в этот четверг. Жители 39-го квартала заметили скопление строителей и насторожились. Опасаются не только за свое место отдыха, но и обитателей озера. У нас здесь озеро, ну природное оно. Постоянно прилетают птицы, утки. Посмотрите, сейчас четыре вида уток. Слухи разошлись быстро. На береговой зоне запланировали строительство. Местные жители обращались в различные инстанции, однако ответа, откуда рабочие, так и не получили. Я пыталась дозвониться в пятницу до благоустройства Новосавиновского района, но, к сожалению, наверное, все заняты с Абантуем, и ни один телефон не отвечал. В четверг я здесь прохожу, спрашиваю, что вы здесь затеяли. Они говорят, летний кафе будем строить на воде с причалом. На водоеме уже установили понтоны, начали строить причал. По неофициальным источникам взволнованных жителей, на месте вскоре появится кафе, а значит, борьба за чистоту озера продолжится. Только к бытовому мусору, по словам защитников, могут добавиться и загрязненные стоки. Тогда о благоприятной среде обитания птиц и животных придется забыть. Вот если вы выйдете вдали, вот там маленький островок, там гнездо. Вот здесь по камышам тоже гнезда утиные. Здесь водятся андатры. Если сейчас здесь вот пустят катамараны, это все наурушится. Утки улетят, и у нас просто ничего не останется от этого озера. 20-метровая береговая полоса защищается с законом и должна быть доступной для каждого, говорят экологи. А значит, постройки и любые ограждения запрещены. Они подчеркивают, что стройка повлечет за собой последствия. Очистка от камышей и водорослей приведет в то, что уменьшится территория, место гнездовья птиц и вывод потомков. И тоже привлечет к экологическому нарушению. Быть или не быть кафе на берегу озера, вопрос остается открытым. Однако жители настроены решительно. В ближайшее время состоится очередной сбор активистов, где определят дальнейшие шаги. По защите озера. Айгуля Мирова, Аделина Акберова, Максим Малов, Телеканал Эфир.